Засуха и коронакризис не обошли стороной Омскую область, но местные аграрии справились. В день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона подводят итоги сельхозкомпании года и чествуют молодых аграриев. 900 специалистов получат государственные награды федерального и регионального уровней. Несмотря на сложный год, сельхозпроизводители смогли собрать достойный урожай хлеба. Более трех миллионов тонн зерна в условиях, когда 45 тысяч гектаров посевов погибло из-за засухи. Однако дефицита зерна нет, а цены на сельхозпродукты удастся сдержать, говорит министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Свою роль сыграла бюджетная поддержка омских аграриев. Несмотря на завершение уборочной кампании, выплаты будут продолжены. До конца года местные сельхозпроизводители получат дополнительно 400 миллионов рублей. Это дополнительные средства на стимуляцию производства молока, это на компенсацию кормов в молочном животноводстве и компенсацию кормов для свиноводства и птицеводства. Те результаты, которые мы имеем, мы видим, что динамика производства движется вперед, и наши аграрии научились выращивать. Наша задача главная сегодня, мы самообеспеченный регион по основным видам продуктов, и сегодня задача реализовывать за пределы. Основная задача – это экономика, но она должна сыграть на улучшение жизни населения. Министр отмечает, сегодня Омская область уже экспортирует сельхозпродукцию в 43 страны. В будущем в регионе намерены расширять географию сотрудничества. Для этого необходимо обеспечить производство конкурентоспособных продуктов на уровне международных стандартов. Это первоочередная задача, подчеркивает глава Минсельхоза, решать которую планируют комплексно. Модернизировать всю отрасль, обновить технику, а также улучшить условия труда и жизни на селе. Обеспечить газом большинство районов области, отремонтировать дороги в рамках социального развития региона и сельских территорий. Продолжение следует...